Дорогие братья и сестры, Церковь Божия, мир вам! Вместе с вами хочется сказать славу Богу за этот день, за эту встречу, и пусть Бог благословит наше дальнейшее общение. Знаете, я сидел сейчас перед тем, как выйти на проповедь, и вспомнил одну такую курьезную историю. Я ее впервые услышал здесь, в этом доме молитвы. Это, по-моему, был Анатолий Фалько, он рассказывал о том, что в одной церкви был один брат, который любил затягивать проповедь, мог долго, по часу проповедовать, и уже ему там братья и так, и это говорили, что не надо этого делать, что есть какой-то регламент, какие-то рамки, и нужно всего этого придерживаться, что мы живем во времени. Но он как-то все это игнорировал, и братья решили его проучить, и сделали следующее. Поставили его последним за 15 минут до заключения собрания. И он так на служителя посмотрел, он говорит, «У меня много времени, чтобы проповедовать?» Ему говорят, хоть два часа, но через 15 минут мы уходим. И как бы человеку, наверное, уже так пришлось задуматься. Я-то стараюсь не затягивать, стараюсь так, чтобы это слово было в рамках того времени, которое нам выделено для того, потому что всему свое время. Хотя, знаете, для проповеди я избрал очень серьезную такую тему, она для нас, для всех очень важна. Это тема о вере. Или, ну, скажем так, мы называем себя верующими людьми. И это очень глубокий смысл имеет в том, что мы себя называем верующими людьми. Я зачитаю место из Писания, это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. «Хорошо известное нам место. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот такая краткая формулировка, что же есть вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда я готовил эту проповедь, вы знаете, пришел такой, тоже такой нелепый, можно сказать, пример. Я верующий человек. Я могу просить у Бога все, что мне душа пожелает. Библия говорит четко и ясно, я прочитаю. Могу прочитать это в Библии и в своем сердце, так, знаете, принять эту мысль, что чего не попрошу, Бог даст мне. Я помню, сталкивался с одним человеком, бывший Исаул, он оказался, в местах лишения свободы, и он говорит, я сколько прошу у Бога, чтобы мне там что-то упало, ничего не падает. Ну, такая вера какая-то такая интересная, немножко такая, ну, я бы сказал, нездравая. Но я для себя, вот, как бы пример такой, думаю, ну, вот, попрошу у Бога Мерседес. Я помню, мы когда работали, и один очень довольно состоятельный человек приехал на таком Мерседесе, его, он как озвучил, сколько он стоит, мне аж немножко, аж не по себе стало, 230 тысяч долларов. И я, знаете, так, это, братья и сестры, вы не подумайте, я просто для себя, как пример. И я начну молиться, Господи, дай мне такой Мерседес. Ну, неужели для Бога есть что-то невозможное? Бог всемогущий. Он может дать мне это, но если я, как верующий человек, который принял в свое сердце Иисуса Христа и дал обещание Богу служить Ему доброй совестью, то, значит, мои желания, мои прошения, мои просьбы будут в рамках вот этого слова. Для чего мне нужен этот Мерседес? Однозначно не для служения. Однозначно не для того, чтобы, ну, какую-то нужду, может быть, свою реализовать. Как правило, люди покупают такие вещи, это очень дорогие, для того, чтобы, ну, как бы для важности какой-то или еще для чего-нибудь, я не знаю, но у человека есть деньги, и он их тратит так, как он посчитает правильным и нужным. Но, братья и сестры, наши желания, они здесь, в Слове Божьем. И верующий человек подчиняет себя воле Божией, Богу. Когда я только уверовал, когда обратился к Господу, то человек, который меня наставлял, он сказал, что есть два евангельских течения, которые, можно сказать, доминируют в протестантском мире, это баптисты и пятидесятники. И я, когда уверовал, он мне не сказал, что вот эти правы или вот эти неправы, он говорил и о тех, и о других, рассказывал мне, и я принимал это все как должное, как губка впитывал, но у меня возник такой вопрос, а сейчас же вера правильная. И я помню, уже когда начал ходить на собрание, брат такой в Волковыске, он пришел и дал мне золотой стих из Библии. Это третья глава Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот этот момент, когда я читал этот стих, к моему разуму, к моему сердцу, Бог проговорил следующее – верующий. И независимо от того, как он называет себя, но он верующий, он верит Богу. Братья и сестры, уже позже, когда уже я начал проповедовать, когда уже совершал служение, я пришел к такому одному выводу. Верующий Богу и верующий в Бога – это абсолютно разные люди. В чем разница между такими людьми? Верующий Богу – это тот человек, который поверил Богу, принял Его в свое сердце. И то, что написано в Писании, старается изо всех сил исполнить. Это его образ жизни. Сегодня, знаете, передо мной брат проповедовал, он так как-то несколько раз было произнесено вот это слово «законник». А я вспомнил одного брата на проповеди, он сказал следующее, говорит, лучше быть законником, чем беззаконником. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Лучше держаться каких-то, ну, скажем, даже каких-то определений. Может быть, не всегда они до конца обоснованы, чем, знаете, пустить человека в такое положение, как в Израиле было. Каждый делал, чего он считал правильным и справедливым. Что пришло на ум, то и делаю. И я считаю, что это правильно. Правильно, братья и сестры, когда человек верит Богу, и то, что написано, исполняет. А верующий в Бога – это человек, который верит, что Бог есть. Знаете, как апостол Петр сказал, знаешь ли, неосновательный человек, что и бесы веруют, и трепещут. Да, они веруют, что Бог един, что Бог есть, и что будет праведный суд, но тем не менее, они делают свои дела. И многие неверующие люди, как мы их называем, неверующие, порой даже можешь услышать, как бы в шутку такое, халдение обрезано, или что-то такое вот вроде. Оно действительно так, это неверующие люди, люди, которые не верят этому слову, но кого ты не спроси в нашей стране, ты веришь в Бога? Верю. Да, есть Бог. Есть Бог. Так вот, Бог какие-то требования предъявляет к человеку. Ай, ну отстань, что ты от меня хочешь. И знаете, вот такая вера людям более нравится. Я верю, да и все. И что еще от меня нужно? Я же верю, что Бог есть. Но вера, она налагает определенную ответственность на каждого человека. Если человек поверил, если человек обратился всем сердцем к своим Богу, то значит, он будет исполнителем этого слова. Он не будет этим словом пренебрегать. Он не будет ставить знак вопроса после слова Божьего, потому что тот человек, который ставит знак вопроса после слова Божьего, рано или поздно он станет его противником. Библия показывает нам очень много ярких примеров, библейских примеров о том, о той вере, которую имели мужи Божьи. Люди Божьи, которые совершали такие большие подвиги. Один из них я хочу, братья и сестры, я даже не буду этого зачитывать, потому что вы все хорошо это знаете в Сидрах, Месахе и Авдинагу. Когда был поставлен истукан царем Валтасаром, когда была такая команда дана, что как только услышите звук цитры, цемницы и гусли, тут же падите перед этим золотым истуканом. Кто не падет, тот будет брошен в печь, раскаленную огнем. И там сказано, что там было множество народа из разных языков, из разных племен. Все поклонились, все пали перед этим истуканом. Три человека стоят и не шелохнулись даже. Я, братья и сестры, вы это все знаете, что это были Сидрах, Месахе и Авдинага, и что они, как они ответили. Но я хочу обратить внимание на следующее. Там были тоже евреи, которые тоже говорили, что мы верим Богу. Там тоже были иудеи, там были те люди, которые приведены были в плен. Но тем не менее, только трое иудеев, трое мужей израильских не преклонили колено, не пали перед этим истуканом. Только они остались верными. Потому что Библия четко и ясно говорит, они стали исполнителями этого слова. Даже когда подошел к ним царь, и он говорит, «С умыслом ли вы, Сидрах, Месахе и Авдинага, не поклоняетесь истукану моему? Что вы не знаете, что я такой приказ дал, что в печь будете брошены?» И что они ему ответили? Они ему ответили, «Нет нам нужды отвечать тебе на это, потому что Бог, которому мы служим, может спасти нас от этой печи. И от твоей руки может спасти, но если этого и не будет, мы все равно не будем поклоняться твоему истукану». Смотрите, братья и сестры, то есть эти люди уже в себе, внутри имели приговор к смерти. Они уже смотрели на эту печь и, может быть, там уже так переглянулись где-то друг с другом и сказали, «Ну, с Богом, пошли. Все, сейчас нас туда бросят, на этом все закончится». Они не знали, что будет, что ждет их впереди, но они имели в себе приговор. И это сделала вера. Я не знаю, там было горчичное зерно или она была такая, но они верили Богу. Они имели страх Божий. И вот эта вера совершила такое чудо. Немножко раньше, когда они только пришли в плен, Даниил, Сидрах, Мисахов, Динаго, что положили в сердце свое? Не оскверняться от царского стола, потому что всех вот этих красивых юношей, смышленых, молодых, всех собрали и начали учить вот этой халдейской мудрости. И они попали туда. И им давали с царского стола. А все, что приходило на царский стол, оно проходило через вот этих идолов. Это было идоложертвенное. Они положили в своем сердце не оскверняться этим. И упросили там Евнуха, который вот этим распоряжался, что давай нам овощи, а это пускай кто-то другой ест. Братья и сестры, их не одних избрали. Там были еще евреи, которые оказались в таком же положении, но только четверо не осквернялись. А остальные склонили свои головы перед этими обстоятельствами. Оказались в таком положении, но как бы не сохранили той верности, которую сохранили Даниил, Сидрах, Мисахи, Авдинаго. И я не думаю, что те евреи, которые все-таки начали есть с того стола, они говорили, что мы не верим в Бога. Мы верим. Чего же не верим? Они тоже верили, они тоже молились, они тоже взывали. Но вера вот этих мужей Божьих, она все-таки в чем-то отличалась. Братья и сестры, я не знаю, как вы, я над этой темой, я уже неоднократно на эту тему проповедовал. И каждый раз, когда я возвращаюсь опять к этой теме, я понимаю, насколько это все глубоко и серьезно. И какая ответственность на нас лежит, братья и сестры, как на верующих людях. Бог называет нас детьми. И Он дал нам право называться детьми Божьими. Но не только называться, но и быть в полном смысле этого слова. Я помню тоже от одного проповедника услышал свидетельство. Ну, не хочу как бы врать. По-моему, это где-то в журнале прочитал. Во время войны в концлагере, это из записок начальника концлагеря было, он записал следующее, что когда люди, попавшие в концлагерь, оказывались лицом к лицу перед вот этой печью, перед крематорием или газовой камерой, то там были и антифашисты, там были всевозможные деятели, там политики и так далее, которые перед страхом смерти готовы были отказаться от всех своих убеждений, лишь бы остаться в живых. Лишь небольшая группа верующих людей, христиан, им даже предлагали, откажитесь формально от своих убеждений, скажите, что мы отказываемся от своих убеждений, напишите нам подпись, только поставьте и все. Но они улыбались и говорили, не, лучше газовая камера, лучше крематорий, лучше печь, и вот этому неверующему человеку, он как бы восторгался в своих вот этих записках, но не понимал, как так можно было ради убеждений идти. Для него это всего лишь звук, но для нас, братья, сестры, для верующих людей это образ жизни, это наша жизнь. Как можно отказаться от того, кто сделал нас нормальными людьми, кто дал нам спасение, как можно отказаться от того, кто дает нам такие обетования, кто любит нас независимо от того, хоть мы и не верны. Хотя мы не верны, то он остается верен и праведен. И он воздает не по делам нашим, но по своей милости милует, как детей своих. И как можно от него отказаться? Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы мы вот это все понимали, что все-таки для нас очень большая ответственность, что не только называться, но быть в полном смысле этого слова, не только говорить Слово Божие погибающему миру, но своим примером, своим образом жизни являть Христа, показывать, что все-таки жизнь Христова, она есть в нас. Независимо от того, как ты называешься, я работал с человеком, мы здесь в Пинске строили энергокомплекс, там был один человек православный, у него автобиография такая же, как и у меня примерно, полжизни провел в местах лишения свободы и там покаялся, обратился к Богу, но он называет себя православным, но человек бросил курить, пить, для него обмануть кого-то, то есть это рожденный человек свыше, это человек, который понимает, перед кем он стоит, не перед иконой, не перед каким-то образом, а перед живым и всемогущим Богом. Братья и сестры, это и нам нужно порой приводить на память, задумываться над этим. В свое время, когда Нейману, военачальнику сирийскому, было сказано, что есть в Израиле пророк Божий, который может исцелить его от проказы, и он собрался и пошел, сразу зашел к царю, царь, вы знаете, как там отреагировал, он даже одежды разорвал, он говорит, ну точно вы хотите со мной войны, вы хотите повода, чтобы воевать с нами, и его направили к пророку. И вот Нейман, когда пришел к этому пророку, он, видно, ожидал, что сейчас пророк выйдет, руку там возложит, помолится, и он станет там здоровым. А тут этот пророк вообще не вышел. Слуга вышел, говорит, иди вокунись там семь раз в Иордане. И человек пришел в ярость такую, это что, говорит, у меня там в Сирии там нету реки, там реки почище, чем этот Иордан, что я там не мог окунуться. И он ушел какой-то ярости такой, но ему уже слуги говорят, ну если бы что-то такое особое, что-то важное тебе сказал, что-то не сделал бы, сделал бы, ну иди там, это же ничего такого страшного, иди окунись. И он пошел, окунулся семь раз и вышел здоровым. Абсолютно, Бог исцелил, нету этой проказы. Он когда это увидел, вот реакция человека исцеленная. Он приходит, ему там мешками золото, серебро, одежды приносит, бери. А тот говорит, не возьму ни нитки, вообще ничего не возьму. Как не возьмешь? И тот его упрашивает, говорит, возьми. Я зачитаю это место из Писания. И тот его упрашивает и не смог уговорить, это пятая глава четвертой книги царств с пятнадцатого стиха. «И возвратился к человеку Божий, он и все сопровождавшие его, и пришел и стал пред ним, и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар от раба твоего». И сказал он, жив Господь, при лицем которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. Братья и сестры, я так как-то анализировал для себя, ну, я не делал такой уже глубокий анализ, но для себя анализировал, когда там, знаете, таланты, это там мешки, золото, серебра, это состояние было, которое дало бы Елисею там до, до самой смерти, еще этим пророком, которые с ним, такую безбедную жизнь, а он говорит, не возьму, и не подумаю. И если смотреть внимательно жизнь Елисея, и тех людей, которые были при нем, то они нередко терпели нужду, голод терпели, а он говорит, не возьму ничего. Это человек, который полностью был посвящен Богу. Это человек, который полностью исполнял волю Божию. И вот смотрите, что делает вот этот поступок в мышлении Неймана. Неверующий человек, можно сказать. И сказал Нейман, если уже не так, то пусть рабу твоему дадут с земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы жертвы другим богам, кроме Господа. Смотрите, дайте земли, и я приду и устрою жертвенник, и никакому другому Богу не буду приносить жертвы, кроме Господа. Это стал верующий человек. Я вчера буквально вот сидел, так рассуждал над этим местом, а если бы Елисей что-то взял? Вот взял там, ну да, и одежды там, ну немножко можно вот сейчас пророков покормлю нормально, веселье им там устрою такое. Да и вроде как бы и неплохо, и ну а что, то ж получил человек исцеление, то Нейман ушел бы с чувством исполненного долга, что он отблагодарил за исцеление. А тут он видит, что никто ничего не берет, то, что это действительно Бог сделал. Он не чувствует внутри удовлетворения, и вот его действие, я буду приносить жертвы только Господу. Никакому Богу поклоняться не буду. Он даже, смотрите, далее говорит, смотрите, как бы извиняется, исповедует уже свой грех, он понимает, что по-другому не может, но исповедуется. Только вот в чем допросит Господь раба твоего, когда пойдет Господин мой в дом Римона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона допросит Господь раба твоего, в случае сем. Он понимает, что ему надо будет вместе с царем ассирийским заходить в вот этот храм идола и там поклоняться, и он уже наперед исповедует вот это. Важно, братья и сестры, чтобы в нашей жизни, так же вот как в жизни Елисея, на первом месте была воля Божия. А угодно это Богу или не угодно. Мы верим Богу, и мы стараемся исполнять это слово. Есть такое место из Писания, чего не хочешь себе, не делай другим. И как хочешь, чтоб с тобой люди поступали, так и ты с ними поступай. Я ехал, ввез своих коллег по работе, мне один человек, он с верующей семьи, рассказал такую ситуацию. Говорит, ездили, искали машину. Говорит, едем по дороге, смотрим, молодой хлопец голосует. Руку поднял. Ну, подберите, а дождь идет. Мокрый такой. Говорит, ну мы согласились. Посадили его в машину. Проезжаем пару километров, второй машет. И мы, говорит, останавливаемся. Заправливаемся. И хотим и его забрать. А вот этот, который первый был, сзади сидит, говорит, а я б не остановился. А этот водитель, вот этот, который у меня там, ну вот сидел сзади, и рассказывал это, он, говорит, у меня до речи пропало. Он сказал, говорит, мнеймову отняло сразу. То есть, меня вы подобрали, это очень хорошо, а я вам хаймокнет. То есть, чего не хочу себе, спокойно сделаю другим. К сожалению, в этом мире такой принцип действует. И, ну, никакого удивления в этом нету. Да. То этот, хорошо, что этот человек вырос в верующей семье, он так к нему повернулся, говорит, так что не подбирать? Он говорит, ну, говорит, тогда мы сейчас остановимся, и ты выходи. Давай. Не-не-не-не, все, 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 подбирайте. Вот. То есть, он не растерялся, сказал то, что нужно. Вот. То есть, как-то, и братья и сестры, и вот эти элементарные вещи порой надо верующим людям объяснять. Что не нужно обманывать, что не нужно лукавить, что не нужно хитрить, что нужно относиться к другим так же, как к себе. так вот этот вопрос, что же значит, братья и сестры, быть верующим человеком? Я как бы рассуждаю над этой темой, и сейчас сидел, и я в душе молился Богу, Господи, дай, ну, правильно так это сказать, потому что я могу с уверенностью сказать, что до конца мне эта тема не открыта. Насколько открыта, настолько понятно, настолько я стараюсь делиться с вами. И если об этой теме так подробно, детально рассуждать, то не хватит и собрания, и двух часов, и вы устанете слушать. Но важно, братья и сестры, чтобы каждый над этим вопросом рассуждал сам. Для чего нас Бог призвал? Самое главное, Он призвал нас в общение с Сыном Его, Иисусом Христом. Смотрите, Евангелие от Иоанна, не Евангелие, а послание Иоанна. Это с первой главы, я сейчас зачитаю это место. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была Отца, явилась нам. О том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Братья и сестры, здесь апостол Иоанн говорит, что мы имели общение с самим Иисусом Христом, с этим Словом жизни. И мы получили, приняли в свои сердца вот эту радость. И мы вам передаем вот это Слово для чего, для какой цели? Чтобы вы его приняли и имели радость совершенную. Чтобы вы уверовали и жили по этому Слову. Знаете, братья и сестры, в деяниях святых апостолов там есть такое место, где говорится, что об этом учении везде спорят. Это последняя глава, 28 глава. Там это, когда апостол Павел пришел в Рим, евреи пришли и сказали, мы слышим, что об этом учении везде спорят. Вот ты для нас авторитет. Вот ты нам скажи, и мы уже спорить уже как бы так. Вот там смысл такой. Мы уже спорить перестанем. И он назначил день, собрались иудеи, выслушали апостола Павла. Перестали они спорить. Некоторые уверовали, но некоторые пошли и дальше спорили. И дальше спорили. Я был в Чехии, и я помню, меня одна семья с Украины, верующая, пригласили в гости, посадили за стол. И я смотрю, хозяин сразу носит так Кока-Колу, там Пепси, соки. А потом пошло пиво. Я встал, и я такой посмотрел на хозяина, на хозяйку. А они спокойно, так как ни в чем не бывало. А потом видно, они уже у меня на лице прочитали, что что-то не то, что, говорит, пиво убрать. Я говорю, убирайте Бога. Если пиво будет стоять, меня здесь не будет. Вот они убрали, и когда уже потом меня приглашали, больше не ставили. Но они уже верят, что это не грех. И там есть такие, которые верят, что и водку пить не грех, и вина. А вино, так это уже, как с добрым утром, это уже так положено. Они верят, но это неправильная вера, братья и сестры. Это вера, которая не приведет в Царство Божие. Есть живая вера. Знаете, еще один момент, один пример, и я буду заканчивать, будем молиться. Я нередко сталкивался с людьми, которые на одном стихе из Библии строят какие-то такие определенные выводы, и одних отправляют в ад, а других в рай. Одним говорят, что это не верующие, а другие говорят, что это верующие. Есть такой стих, это в послании к римлянам, 8 глава, 9 стих, где говорится следующее. Кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. Братья и сестры, вы меня извините, я, вы не подумайте, я не хочу там где-то о чем-то таком проповедии, но есть люди, которые говорят, кто не говорит там языками, кто где-то там не имеют каких-то таких духовных проявлений, тот и не Его. Не об этом этот говорит стих из Писания. Не об этом однозначно. И люди могут себя уже как-то возвышать. И не для того Бог дает нам Духа Святого, не для того Бог дает силу, не для того Бог вселяет в сердца наши вот эту веру, чтобы где-то кого-то унижать или кого-то там отправлять направо или налево, кого-то в рай, а кого-то в ад, а для того, чтобы служили друг другу любовью. Апостол Павел говорит, цель же увещания есть любовь от чистого сердца. Да благословит нас всех Господь, братья и сестры, чтобы эта любовь в нас умножалась, чтобы вера в Бога, она утверждалась, чтобы мы не отступали по большинству от Слова Божьего, но держались его до конца. Потому что быть верующим человеком, быть в вере это образ жизни, полностью подчиненный Богу и Его Святому Слову. Братья и сестры, я думаю, что вы все со мной согласны, что вы не будете этого отрицать. Библия наш путеводитель, Слово Божие свет на гемоей. Настав юношу в начале пути своего и он не уклонится от него и на старости. Да благословит нас всех Господь. А Богу пусть будет слава. Аминь.